Продолжение следует... Обстрелом подвергались более 20 населенных пунктов республики. Разрушение различной степени тяжести получили более 30 жилых домов. К сожалению, эта неделя не обошлась без жертв. Среди мирного населения 6 человек получили ранения, двое погибли. Среди военнослужащих 5 получили ранения, двое военнослужащих погибли. Украинская страна продолжает накапливать тяжелое вооружение в местах, приближенных к фронту. А также миссия ОБСЕ продолжает фиксировать отсутствие тяжелого вооружения в местах отведения на украинской территории. Отдельно хотелось бы отметить, что накануне украинские соцсети вспыхнули информацией о том, что населенный пункт Петровская Старобешевского района были захвачены украинскими оккупантами. Информация не подтвердилась. Наша группа выезжала, съемочная туда вчера буквально, походили по населенному пункту. Населенный пункт полностью под нашим контролем. Наши военнослужащие закрепились там крепко и стоят там уже более 4 лет, никуда уходить не планируют. Кроме того, наши военнослужащие сообщили о том, что оборонительные позиции крепкие и на том направлении вряд ли противник сможет прорвать нашу оборону. В 2014 году здание амбулатории в прифронтовом поселке Александровка пострадало от обстрела вооруженных сил Украины. В медицинском учреждении, в котором получают помощь более 4000 человек, были повреждены остекления, крыша, двери и коммуникации. В настоящее время при содействии МЧС ДНР, Министерства строительства и ЖКХ, а также администрации города Донецка продолжаются ремонтно-восстановительные работы Александровской амбулатории. Ремонтными бригадами МЧС производится полная замена кровли, каркаса, вставляются окна, восстанавливается внутренний отопительный контур, водоснабжение, водоотведение, электроэнергия. После этого внутри здания будет выполнен косметический ремонт. Это амбулатория номер 6. Она у нас единственная в поселке, которая во время войны никогда не останавливалась. Сохранено 90% персонала. Слава Богу, оказывается, помощь. Кроме Александровки, эта амбулатория обслуживает еще село Кременец. На данный момент продолжаются восстановительные работы и капитальный ремонт всей амбулатории. Работает подразделение МЧС. Они любезно согласились нам оказать помощь. Я считаю, что они герои. Не только тушить и спасать, но они могут еще восстанавливать и ремонтировать. Хотелось бы выразить искреннюю благодарность министру МЧС ДНР Кострубистскому Алексею Александровичу за оказанную помощь от жителей поселка Александровки, от поселковой администрации и от сотрудников амбулатории. Также Константин Чалай отметил, что ремонтные работы планируется закончить до начала отопительного сезона. Ровно 4 года назад, 26 мая 2014 года, для Донецка кончилась мирная жизнь. Самолеты ВСУ нанесли ракетный удар по Донецкому аэропорту. И именно этой печальной дате был посвящен траурный митинг, который прошел сегодня на главной площади города. Акция под названием «Донбасс за мир» собрала огромное количество неравнодушных жителей Донецка, которые пришли сюда, чтобы высказать свою солидарность и единодушное осуждение за охватнической войне киевского режима. С импровизированной сцены перед собравшимся выступили министр обороны ДНР Владимир Кононов и Анатолий Липняков, ополченец, участвовавший в боях за Донецкий аэропорт в 2014 году. И на самом деле, к сожалению, в этот день очень многие лишились самого дорогого – это жизни своих близких, своего крова, мира над головой, спокойствия за своих детей, которые выходят на улицу. 26 мая, 4 года назад, я прекрасно помню, как оно начиналось. Когда первые ракеты украинской авиации попали в аэропорт, я знал некоторых ребят, которые были там, в то время находились. Я помню тот КАМАЗ с 30-ю ранеными, который сгорел на востоку. Трудно это все вспоминать, к сожалению, у многих ребят нет. Но я скажу о другом. Донбасс всегда был мирным народом. Мы всегда работали, мы трудились, мы все делали на благо нашей страны. Детский коллектив исполнил песню, посвященную этой войне, после чего дети выпустили в небо белых голубей. На мероприятии присутствовали представители власти республики, депутаты Народного совета и общественные деятели, которые высказали свое отношение к траурной дате. Этот день очень важен, этот день нужно сохранить в памяти для будущих поколений, чтобы все понимали, какие страшные события происходили и происходят сейчас. Мы в этот день, общественное движение Донецкая Республика, собрали неравнодушных граждан для того, чтобы отдать дань памяти нашим защитникам, воинам, ставшим тогда плечом к плечу на охрану мирных домов, семей, детей, стариков. Непосредственно на самой площади была расположена небольшая инсталляция, на которой графически изображен Донецкий аэропорт и взлетная полоса, вдоль которой расположены лампады. На митинг дончане принесли белые бумажные самолетики, которые положили на импровизированную взлетную полосу. Вечером жители республики зажгут свечи в память о погибших. Многие пришедшие были одеты в черно-белое, символизируя черным цветом траур по погибшим в войне в Донбассе, а белым цветом победу добра и мира над злом. Дмитрий Зиньковский, Владлем, Новороссия ТВ. 26 мая 2014 года военно-воздушными силами Украины были нанесены первые авиаудары по Донецкому аэропорту. В этот день более 30 человек стали невинными жертвами украинской агрессии. Именно так началась война. Такими методами ВСУ намеревались за две недели установить мир в Донбассе. В этом году мы чтим память погибших жителей Донецка. Прошло уже 4 года со дня первых авиабомбардировок нашего родного города, нашей Родины. В этот день курсанты, военные и мирные жители республики приняли участие в митинге-реквиеме на столичной площади. Жалко, что все так происходит. Очень жалко. Жалко деток наших, которые погибли с поселка, которых мы знаем и в садик нам ходили. Хочется, чтобы люди опомнились. Опомнились, что это совсем не надо. Боль, слезы и немой вопрос читается в глазах каждого из присутствующих. За что? За что нас убивает братский народ? Уже 4 года минутой молчания мы чтим память погибших. Если вспоминать каждого отдельного человека, чья жизнь оборвалась в результате украинских бомбардировок, то жителям республики нужно будет сутки стоять в тишине. Алина Черняева, Станислав Мухин, Новороссия ТВ В четверг утром колонна из 20 автомобилей доставила в Донецк свыше 260 тонн помощи из Российской Федерации. При этом общий вес гуманитарного груза для ДНР и ЛНР составил более 400 тонн. Автомобили 77-й гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения. Сейчас на специальных пунктах приема в Донецкой и Луганской областях происходит разгрузка гуманитарной помощи. Весь груз будет распределён соответствующими организациями по социально значимым объектам. Все автомобили колонны прошли проверку представителями таможенных и пограничных служб. После разгрузки автомобили направятся в Донской спасательный центр через пограничные пункты пропуска Донецк, Матвеев, Луган. Стоит отметить, что помощь была сформирована в соответствии с заявками Донецка и Луганска. Здесь, среди прочего, такие необходимые наборы с детским питанием и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Разгрузка автомобилей проходила на двух складах Донецка и проводилась сотрудниками органов Министерства чрезвычайных ситуаций ДНР. Заместитель директора Центра по хранению и выдаче гуманитарной помощи МЧС ДНР рассказал, что конкретно включала в себя гуманитарная помощь. «Республику получила детские продуктовые наборы. Продуктовый набор номер один детям в возрасте от нуля до года в количестве 10 тысяч 54 штуки. И детский продуктовый набор номер два в количестве 26 тысяч 225. Общий вес прибывшего груза составляет более 266 тонн». Напомним, что МЧС России оказывает помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время белые грузовики доставили в Донецкую и Луганскую народные республики более 75 тысяч тонн гуманитарных грузов. Виктория Полянская, Новороссия ТВ Руководитель общественного штаба по прифронтовым районам Екатерина Мартьянова совместно с депутатом Народного совета ДНР Александром Яровиковым при поддержке главы ДНР Александром Захарченко 23 мая доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ. «Абсолютно каждый житель Докучаевска, ну в том числе, конечно же, и раненые, они выразили глубочайшую надежду и желание на скорейшее наступление мира. И вот вспомню слова одной жительницы, которая сказала, я желаю всем вернуться живыми домой». «Мне хочется пожелать всем жителям Донбасса, чтобы уходя из дома на работу, дети, взрослые, они возвращались домой живыми и не поврежденными. Нет. Уже я сняла, я две недели находилась в больнице, но теперь уже, чтобы дети возвращались домой, доходили до школы, не сидели в подвале, чтобы все это поскорее закончилось». Семьям, пострадавшим от украинской агрессии в этом году были переданы наборы, которые состояли из продуктов питания и бытовой химии. О ситуации в Докучаевске рассказал депутат Народного совета ДНР Александр Яровиков. «Докучаевске, она как была с 14-го, даже с 15-го года, как было, постоянные обстрелы здесь, подвергалась постоянной обстрелы, а так она не прекращалась. Бывают редкие затишья, ну, например, после последнего обстрела три дня вот уже было тихо. А так на самом деле обстрелы постоянные. Страдают люди, страдает жилой фонд, силами республики старается, все это восстанавливается». Глава ДНР Александр Захарченко выступил на Украинском народном трибунале в качестве свидетеля. В рамках заседания, состоявшегося 22 мая, Александр Захарченко заявил, что война в Донбассе – это не что иное, как геноцид Киевом населения региона. Он проявляется не только в введении боевых действий против мирных граждан, но и в финансовых, экономических, транспортных блокадах, а также намеренном лишении жителей средств к существованию. «Планы мер на 2014 года эти пенсии сокращались, в какой-то момент они вообще перестали выплачиваться. На сегодняшний день никаких социальных выплат Украина не производит. Все социальные выплаты на территории ДНР выплачиваются силами ДНР. Предприятия металлургии, которые на сегодняшний день мы взяли под внешнее управление, вместе с сотрудниками и членами семьи насчитывают порядка 150-180 тысяч человек. Этих людей пытались лишить зарплаты, куска хлеба, возможности одеваться, обуваться, учить своих детей». При этом глава ДНР обвинил режим президента Украины Петра Порошенко в самой массовой после Великой Отечественной войны гибели населения Донбасса. «Любая война – это на самом деле является зло. Нельзя никак относиться спокойно или даже, наверное, цинично будет сказано, безучастно к смерти детей, к смерти стариков, женщин. И то, что сейчас происходит, это является, наверное, самой страшной трагедией, которую наша земля переживала с времен Великой Отечественной войны». Кроме того, выступая перед судьями и присяжными Украинского народного трибунала, Александр Захарченко коснулся и темы закона о так называемой реинтеграции Донбасса. Глава республики уверен – данный документ – лишь попытка руководства Незалежной оправдаться за массовую гибель мирных жителей. «На сегодняшний день ситуация на линии сопрестновения осложняется. И, судя по количеству обстрелов и попыток прощупать наши позиции, я думаю, что Украина готовится к новому штабному наступлению». Виктория Полянская, Валентина Геращенко, Новороссия ТВ. О военных преступлениях украинских силовиков, о планирующемся наступлении Вооружённых сил Украины, о работе миссии ОБСЕ на территории подконтрольной Украине, об этом рассказывали на пресс-конференции пленные-связист Василий Джемилинский и стрелок-наводчик Виталий Чмиль. «Я – Жемилинский Василий Леонидович, солдат Збройных сил Украины, по специальности оператор ИТВ, информационно-телекоммуникационный узел. Находился на ротации в районе Песок в качестве связиста. В плен попал 17 февраля 2018 года. Наша группа ДРГ выдвинулась в сторону противника. Группа состояла з 8 человек, я в группе був як связист. Підійшли ближе к позиціям противниками, ну і нас, я так поняв, заметили задовго до цього. Ну і група понесла крах, розбита. Двоє чоловік погибло, двоє ранених було. Я в плен попав, троє, неизвестно де. Я Чмиль Віталій Анатольович, ЗСУ України ВМС, 36-я бригада, 2-й батальйон морской піхоти. На ротації село Широкино, позиції наші. Попав в плен 2 мая 2018 года. Відвинулся в цели к розвідки на позиції военнослужащих ДНР. Был замечен изначально і взят в плен. На должності стрелок-наводчик. Взят був один в плен, так як відвинулся один. При себе личного оружия не имел, имел тільки нож. С целью розвідки выдвинулся на позиції. Наше командування готовилось до наступлення. Був приказ о наступлении. Просто ждали, поки дадуть команду. Ближе к виборам президента РФ або до чемпіонату футбольного матча. Планувалось наступление. Командование на наші подразделения собиралось встановлювати тяжелое вооружение, таке як птуры, джавелины и тому подобное. Ну, я не сказав би, щоб бойовий настрой був в товаріщі. Ну, ждали приказа. А тяжелое вооружение було близко к линії разграничення? На передніх линіях. А що говорилось о том, ведь це нарушення Минських соглашений? Ну, знаєте, нам приказ поступає. Приказ сначала выполняють, потім обсуждають. А місія ОБСЄ бувала на ваших позициях? Коли бувала місія ОБСЄ, затіщення кардинально. Вообще, ни одного вистріла, нічого. Готовились к посещению представителей? Так, нас заранее предупреждали за день-два, щоб там в определенний день приїде місія ОБСЄ, щоб ни одного вистріла не було. Ну, я був свидетелем обстріла Ленинського і в цьому направліні дачи, де позиції, опять же, з міномета. Ну, по великій степені кошмарене. Тобто, ну, пугають. А так, щоб... Знаю, що танки є, але щоб танки працювали, ну, я, якби, це не при мене було. Я цього не був. А вот в менометі, да. Це було 60-е, 82-е, таке, 120-е. Пообщаться з близкими пленні змогли после пресс-конференції. І Василий, і Віталій надіяться, що їх Україна включит в списки по обміну, і вони змогут вернуться дім. Також пленні обратились к тем, хто збирається і вже служить в рядах Вооружённих Сил України. Я б хотів сказати, щоб вони вслушались в наші слова, подивилися ці відео. Це не обман. На нас тут не відбувається ніяке недавлення. Ми добровольно даємо свої коментарії. Щоб вслушались в слова і подумали за свої сім'ї. Прежде всего за матері, дітей, жін. І подумали, як тут так само людям, що сюди летять всі снаряди. І подумали б, як було б їм, якби на нашу сторону так само в їхні доми летіли снаряди. Ребята, я вам скажу так, що не виконяйте преступні прикази по одній простій причині, тому що вони дійсно преступні і високопоставленному руководству просто плевать на вас буде. Ви просто расходний матеріал, не більше того. Действительно, вслухайтесь в наші слова. Здесь нет наємників, здесь люди охороняють, обороняють свої доми, свої семьи, своїх жін, дітей. Не більше того. І це все видно. Даже невооруженним взглядом. Я хочу сказати, що ті молоді хлопці, там по 18, 19, 20 років, йдуть на службу. Ну, так як в моєм случае, допустим, я пішов на контракт, щоб на срочку не йти, щоб гроші заробити. Лучше не робіть так, бо печальне все закінчається. Деньги не столь важні в житті, ніж ваша життя і ваші родні. Марина Ерємченко, Владислав Лем, Новороссія ТВ. Пленарне засідання весенней сесії Народного совета Донецької народної республіки состоялась в пятницю 25 мая. Народного совета Донецької народної республіки Могу сказати, що в цілому риторика відстояється і, к сожалению, пересекається ситуація на религах соприкосновення. Найти какой-то компроміс сейчас протиопроводжуючий стороной хоть какой-то поглубі, ну, практично невозможно. Об охране атмосферного воздуха, о внесении изменений в статью 4 закона ДНР о социальной защите ветеранов, о внесении изменений в статью 43 закона ДНР об основах государственного регулирования торговой деятельности сферы общественного питания и бытового обслуживания населения, эти законопроекты были включены в проект повестки дня. Также в повестку дня было включено голосование о назначении Александра Костенко председателем Комитета народного совета по социальной и жилищной политике. С докладом выступил министр связи Виктор Яценко, который в деталях рассказал о проделанной работе и планах развития республиканского оператора связи «Феникс». Как всегда рад вас здесь присутствовать в гостях и, соответственно, доложить о ситуации в области мобильной связи, которая работает или не работает в ДНР. 540 тысяч абонентов – это цифра 10 января 2018 года. Это та наша абонентская база активная, которая была у нас у оператора. И с 11 числа, конечно, у нас все начало меняться практически в прогрессии близкой, тригометрической. Соответственно, прямо на текущий момент я не поленился, запросил технической поддержки абонентскую базу. Прямо в данный момент 1 183 тысячи абонентов зарегистрировано в сети. Находится в онлайме. Максимальный пик абонентской базы у нас был 1 326 тысяч. Кратный прирост, видите. То есть мы в три раза практически увеличили абонентскую базу. Но не это, конечно же, является отягощающим составляющей нашей работы. Из проблематики, да, третий пункт, число успешных вызовов в течение дня увеличилось с 10,3 миллиона до 18 миллионов. Соответственно, это та нагрузка, которая непосредственно звонки на нашей сети, плюс увеличилось кратно так называемый сигнальный трафик, который в презентации не учтен, это еще плюс 30%. Это все те попытки наших абонентов попытаться дозвониться, когда дозвониться не получается, в том числе и кладут в сеть. Далее министр связи более подробно рассказал о ситуации со связью в городах Донецкой Народной Республики. Макеевка запущена новых базовых станций 24, заменено существующих 11, восстановили разворованных 38. Общая стоимость нового оборудования составила 11,4 миллиона рублей. Учитывая то, что люди немножко горели, не хватало, безусловно, определенной компетенции, мы разворачивали новое для нас оборудование. Такая вещь, как радиопланирование, это целая наука. И устанавливая базовые станции, мы, конечно же, в полном объеме не могли лишить качества дозвона. Связано это с тем, что есть такая вещь, как интерференция, которую нужно необходимо соблюдать. Все вы привыкли к слову сотовая связь. Говорят о том, что все базовые станции должны формировать определенный контур, контур гарантированного радиопокрытия. Для обывателя очень часто, может быть, кажется, что базовая станция расположена, она вокруг себя покрывает. На самом деле нет, все сектора, а базовая станция состоит из трех секторов, они смотрят только в определенном градусе, с определенным наклоном. И помимо этого еще есть такой момент, как экранирование и отражение сигнала. Это надо все учитывать. Многие компании годы тратят перед тем, как вводить в эксплуатацию новые базовые станции. Мы были вынуждены делать это в авральном режиме, и поэтому были проблемы. Депутат Народного совета Анастасия Селиванова, которая представляет фракцию «Свободный Донбасс», стала инициатором приглашения министра связи в Народный совет, поскольку жители Донецкой Народной Республики приходят с вопросом о качестве связи на каждый депутатский прием всех присутствующих в зале. И они должны компетентно ответить на заданный жителями республики вопрос. На прошлом пленарном заседании, после моего выступления о том, что мы начинаем мониторинг нотариата ЕРЦ и риэлторов, у депутатов Народного совета возникли вопросы не только по нотариату, но также и по работе «Феникса». И было предложено промониторить работу мобильного оператора «Феникса». Мы это сделали, я направила депутатское обращение на министра связи Яценко с приглашением его к нам в Народный совет. Также я направила такое обращение к Денису Владимировичу Пушилину. Он согласовал эту встречу. Сегодня прошел отчет министра связи Виктора Вячеславовича Яценко. Он рассказал о перспективах развития, о том, что было сделано и что ожидает нас в ближайшее время. Также я хочу сказать, что это хорошая практика заслушивать какие-то отчеты министра, которые актуальны на текущий момент. И поэтому мы приняли решение о том, что пригласим на такой же отчет министра юстиции Родомскую, которая сейчас возникла после нашего мониторинга очень много вопросов. Хочу сказать, что вопросы будут ей заданы заранее. Она сможет, у нее будет возможность подготовиться к этим вопросам и конкретным вопросам дать конкретные ответы. Далее выступила Екатерина Павленко, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики от фракции «Свободный Донбасс». Она рассказала о своей рабочей поездке в Курское законодательное собрание. Встречали нас все представители и председатель собрания, и заместитель председателя собрания. Очень тепло относятся к нам. Передали куряне нашей Донецкой Народной Республике соответствующие подарки. Это триумфальная арка. Она в городе Курске возведена совсем недавно. Очень интересно, у них взаимодействие по возведению вот таких памятных знаков на памятных местах происходит с привлечением общественности. То есть, очень много людей участвует в этом. Это передается в наш музей Денису Владимировичу, и такой же самый комплект передается главе Донецкой Народной Республики. В завершении пленарного заседания Денис Пушилин и его заместитель Ольга Макеева вручили почётные грамоты. Марина Ерёмченко, Евгений Полянский, Алексей Полянский, Новороссия ТВ. Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться. Увеличивается число обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, в результате которых страдает мирное население и инфраструктура. В связи с этим было принято решение о расширении комитета по прифронтовым территориям. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Екатерина Губарева, которая представляет фракцию «Свободный Донбасс», прокомментировала своё назначение и отметила, что за ней по-прежнему закреплён округ, который входит город Новоазовск и Новоазовский район. Прифронтовые сёла Яковлевка, Минеральная, Васильевка, посёлки Каштаново и Крутая Балка входят в округ номер 7 города Ясиноватая, который закрепили за депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики Екатериной Губаревой, Михаилом Жуковым и Владимиром Чекуном. Сразу бы хотела сказать, что это дополнительный округ, естественно, с Новоазовской я не ухожу. Это люди, которые меня уже там знают, к которым я привыкла, и мы с ними эффективно работаем, поэтому Новоазовск остаётся. Также депутатскому корпусу мы обсуждали проблему и ужесточение конфликта, о том, что проблем много по прифронтовой территории, и решили распределить ещё дополнительно, взять ещё дополнительные округа. Это не только я, ещё группа депутатов выразили желание взять себе дополнительные округы для того, чтобы дополнительно помогать там людям со всеми проблемами, которые там есть. То есть я надеюсь, что я уже на следующей неделе там появлюсь, тем более глава администрации, он был направлен с Новоазовскому, и максимально всё, что от меня зависит, я постараюсь сделать для этого округа. Для наших зрителей, скажите, вот как могут к вам обратиться? Можно приходить на приём, информация есть. Я пока поясиновата, я пока не могу сказать какой-то конкретный день, но вся информация появится и на сайте Народного совета, и на сайте Свободного Донбасса. Также на сайте Свободного Донбасса есть обратная форма, по которой можно писать любые вопросы, сразу же связываются там помощники, либо я напрямую, в зависимости от сложности вопроса, мы начинаем по этому вопросу работать. Ну, пожалуйста, жду всех на приём. 22 мая в торжественной обстановке открылось новое отделение почтовой связи в Старобешево. В присутствии местных жителей генеральный директор государственного предприятия «Почта Донбасса» Денис Неудачин, а также исполняющий обязанности главы администрации Старобешевского района республики Николай Михайлов, рассказали о проделанной работе и широком перечне услуг, которыми теперь население сможет воспользоваться в любое удобное время. Отметим, что данное отделение почтовой связи сможет обслуживать более двух тысяч человек, из которых 467 человек пенсионного возраста. Мы открыли отделение совершенно в новом формате. Новые витрины, новая вывеска, новая мебель и совершенно новый подход к обслуживанию клиентов. Мы будем дальше стараться для жителей нашей республики всё больше и больше. Спасибо. Модернизация услуг непрерывно проходит во всех отделениях. В частности, было отмечено, что теперь отделения почтовой связи будут предоставлять не только привычные услуги по оплате платежей и выплате пенсий и соцпособий, но также смогут предоставить клиентам исчерпывающую информацию о месте нахождения их почтовых отправлений или грузов по территории ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Данное почтовое отделение работало в довоенные годы до этой войны, но затем, как вы знаете, оно прекратило работу и по вашим многочисленным просьбам руководство государственного предприятия Почта Донбасса всё-таки учло ваши пожелания. Я ещё раз говорю, и благодаря тому, что Александр Владимирович Захарченко ставит в первую очередь это интересы простых людей, интересы жителей ДНР с целью улучшения их обслуживания, открывается сегодня данное почтовое отделение. Здесь очень много жителей проживает на Черёмушках в этом районе. Нам очень повезло, что открылось здесь отделение, это очень удобно. Кроме того, было объявлено об открытии ещё одного отделения почтовой связи на территории Старобешева уже в течение ближайшего месяца. Ремонтные работы там подходят к концу, так что в скором времени услуги государственного предприятия Почта Донбасса станут ещё более доступными. В четверг, 24 мая в Донецке состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета ДНР по уголовному и административному законодательству. Главной темой заседания стало обсуждение законопроекта об основах систем профилактики преступлений и правонарушений в республике. Также проводился анализ ситуации в данной сфере правового регулирования. Проблема довольно актуальна и требует детального согласованного решения всех ответственных сторон. Как известно, комитетам была предложена концепция уголовной политики, которая имеет несколько направлений. И с помощью этого закона мы предполагаем закрыть направление, связанное с уголовно-превентивной политикой. Как известно, с преступлениями эффективно бороться на превентивном уровне, то есть до их совершения. И данный закон, который мы сегодня будем обсуждать в широком составе с участием представителей всей правоохранительной, судебной системы, является созданием основ для реализации такой превентивной политики в Донецкой Народной Республике. Наш комитет, конечно, стремится к тому, чтобы максимально согласовать позиции всех интересантов для надлежащей эффективной реализации положений тех законов, которые мы принимаем. Началось заседание с презентации, подготовленной членами комитета для участников встречи. В которой очерчены общие положения данного законопроекта. Я надеюсь, что данный законопроект, он, по своей сути, рамочный. То есть он определяет границы, пределы, а также субъекты, которые имеют право проводить профилактический партнератив. Прежде чем перейти к сути самого законопроекта, хотелось бы остановиться на спорных вопросах, которые возникали в процессе его обсуждения. Ну что же, один из вопросов, это где брать деньги на реализацию тех или иных положений данного закона. Хотелось бы напомнить все-таки о таком понятии, как цена наказания. Если мы говорим о профилактике, то что мы говорим о том, что мы пытаемся предпринять исчерпывающие меры для предупреждения совершения противограммного действия, будет о правонарушении его преступления. На расширенном заседании комитета присутствовали представители депутатского корпуса, Министерство юстиции Республики, Генпрокуратуры, МВД ДНР, юристы, представители Верховного суда и других заинтересованных профильных ведомств. Проект, рассматриванный на сегодняшнем заседании комитета, является важен, актуален и своевременный. В данном проекте заложены принципы, предусмотренные принципы, определены формы, способы, методы профилактики правонарушений. На наш взгляд, главное содержание данного проекта заключается в том, что он определяет системный подход к упреждению правонарушений и преступлений в республике. Итогом заседания комитета должен стать законопроект, который впоследствии будет предложен парламенту ДНР для обсуждения. Дмитрий Зиньковский, Илья Литодяне, Навросия ТВ. 23 мая в актовом зале Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, состоялось торжественное мероприятие – выпуск и гашение новой почтовой марки ДНР, приуроченной к 50-летию учреждения. Торжество было организовано государственным предприятием Почта Донбасса, директор которого поздравил собравшихся гостей. Прежде всего, хотелось от всей души поздравить Донецкую государственную музыкальную академию имени Прокофьева с праздником, с 50-летием. Также хотелось бы подчеркнуть, что над этой маркой мы работали совместно, совместно с представителями Донецкой государственной музыкальной академии имени Прокофьева. То есть это наш совместный труд. Также на торжественном мероприятии присутствовал министр связи ДНР, который прокомментировал выпуск новой марки. Безусловно, для нас это всегда приятно, потому как мы себя уже давно ощущаем проводником нашей культуры, нашей истории. Устанавливаем эти самые реперные точки, на которые нашего молодого государства всегда можно опереться. И в том числе, немаловажно, это является фундаментом, конечно же, для нашей молодежи. Как сказано было министром культуры о том, что все спрашивают, откуда берутся специалисты, они берутся здесь, в Донецке, именно в этих стенах, именно благодаря тем людям, которые здесь остались и вкладывают свою душу и таланты, и умения в наше подрастающее поколение. Представители музыкальной академии отметили важность такого события. То, что государственное предприятие Почты Донбасса отметило 50-летие нашей академии такой замечательной маркой, я считаю, это будет очень памятным подарком для нашей академии, для выпускников нашей академии, для наших будущих абитуриентов. Поэтому считаем, что данное мероприятие является очень ярким штрихом в праздновании нашего юбилея. На новой марке под номером 108 изображен портрет Сергея Прокофьева на фоне нотных станов и скрипки. Тираж 9000 экземпляров. Стоимость такого проштемпелеванного конверта с маркой составляет 39 рублей, и привезти его можно будет в любом почтовом отделении. О некоторых технологиях, применяемых при разработке системы государственного экологического мониторинга, шла речь на брифинге заместителя председателя госкомитета по экополитике и природным ресурсам при главе ДНР, который состоялся во вторник в Доме природы. Донецкий регион всегда был очень урбанизированным, это всегда был регион с очень плотным расположением крупных промышленных предприятий, поэтому антропогенная нагрузка на Донбасс всегда была крайне значительной. К сожалению, в последнее время ситуация усугубляется еще и ведением боевых действий на территории ДНР. В этих условиях, как никогда мы, то есть Государственный комитет по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР, должны полностью владеть всей информацией о состоянии окружающей среды. Более того, это состояние весьма динамичное, поэтому мы должны это отслеживать буквально в режиме онлайн. Впоследствии мы эту информацию можем использовать для экологического зонирования территории нашего государства с той целью, чтобы определить наиболее проблемные, наиболее пострадавшие, если мы говорим о военных действиях регионы. Именно с этой целью мы создаем государственную систему экологического мониторинга. Что это такое? В самых общих чертах это система регулярных наблюдений за качеством объектов окружающей среды с целью выявления динамики изменений. Здесь есть ключевое слово регулярных. То есть мало один раз оценить тот или иной фактор, должны быть постоянные регулярные наблюдения. Это нужно для того, чтобы мы могли принимать как государственный орган важные, взвешенные, своевременные оперативные управленческие решения. Ибо не владея ситуацией, это касается не только окружающей среды, невозможно правильно реагировать на ее постоянные изменения, что особенно актуально в наше время сейчас. Есть два варианта, они не взаимоисключающие, они в ряде случаев дополняют себя наблюдение за качественными параметрами окружающей среды. Это первое использование автоматизированных систем контроля окружающей среды. Это самый лучший современный способ. Мы сейчас приступили к реализации пилотного проекта, сейчас он находится в стадии подготовки. Это достаточно затратное мероприятие, поэтому требует естественно, достаточно некоторого промежутка времени и проведения подготовительных мероприятий. Такая работа, я повторю, сейчас уже ведется. Что же мы можем сделать прямо сейчас и уже делаем? Второй вариант – это дешифрование космоснимков. Для этого необходимы определенные технологии, они известны как ГИС-технологии, то есть геоинформационные системы. В нашем комитете в настоящее время сектором экологического мониторинга, есть у нас такое подразделение, идет активное освоение такой ГИС-технологии, как Quantum ГИС. Эта технология позволяет использовать картографические подложки, взятые из интернета, для создания дальнейших векторных карт, ну или слоев, в зависимости от конкретной поставленной задачи. Это достаточно информативная система, позволяющая оперативно вносить и реагировать на изменяющуюся обстановку. Как я ранее говорил, она достаточно динамичная, особенно, к сожалению, в условиях ведения боевых действий. Это малая только лишь часть системы государственного экологического мониторинга. На самом деле для ее полноценного функционирования необходима соответствующая нормативная правовая база. Ну, как всегда, это в государственной политике вводится. Нами разработана соответствующая нормативная правовая база. Это постановление Совета Министров о порядке осуществления мониторинга окружающей среды, ну или государственного экологического мониторинга. Дмитрий Зиньковский, Алексей Полянский, Новороссия ТВ. 21 мая состоялась передача гуманитарной помощи Харцинскому детскому социальному центру. Средства были выделены участниками и победителями турнира «Кубок дружбы» по спортивной рыбалке, который состоялся днём ранее 20 мая. Весь призовой фонд турнира пошёл на помощь нуждающимся жителям Донбасса. Детский социальный центр оказался в числе первых адресатов. На данный момент в центре находится 26 воспитанников. Как обычно, это бывает в последних числах мая. Сейчас ребята активно готовятся к празднованию приближающегося дня защиты детей, учат стихи, меряют костюмы и репетируют свои выступления. Несмотря на обстоятельства своего пребывания в учреждении, дети были рады встретить гостей. В преддверии такого светлого дня, как День защиты ребёнка, были проведены соревнования по карпово-ловле в городе Харциске. И по решению всех команд было решено все деньги потратить на благотворительность. И пообщавшись с директором детского дома, был приятно удивлён, что и рад за всех детей, что дети все не нуждаются ни в каком питании, не обеспечены, если не на 100%, то и более. Это очень понравилось мне. И решили им в виде подарка сделать, купить пылесос, потому что данного пылесоса у них не было, и они в нём нуждались. И фрукты, которые были куплены за личные денежные средства, потому что к детям нельзя идти с пустыми руками. К нам сегодня гости приехали, свободный Донбасс, привезли очень подарки нам, фрукты. Спасибо большое за их внимание, оказанную нам помощь. Пылесосом мы будем убирать в детские комнаты, где они находятся, игровые, спальни, первый и второй этаж. У нас две группы. Первая группа мальчиков, вторая группа девочек. Большое спасибо, что оказали нам такую помощь. Алина Черняева, Анна Триксель, Елена Читякова, Новороссия ТВ. Последний звонок – это всегда трогательно и волнительно. Эмоции, которые выпускники испытывают в этот день, непередаваемы. Все они переживают, радуются окончанию школы и в то же время грустят, что эта прекрасная, беззаботная пора закончилась. Прощаться всегда тяжело, особенно с людьми, ставшими родными и близкими за годы обучения. Мы будем прощаться со слезами на глазах с нашими ребятами. Они очень талантливые у нас, серьезные такие товарищи с очень активной жизненной позицией. Поэтому всегда расставания очень такие трогательные, эмоциональные. Своим детям я пожелала бы оставаться такими же активными, вообще-то в традициях, во всех вузах, куда они поступают. Чаще всего на протяжении многих лет у нас стопроцентное поступление в вузы среди выпускников 11-х классов. Они там же также активны в институтах, в вузах, в университетах, в академиях и так далее. И мне хочется пожелать им, чтобы они продолжали творить, чтобы жизнь действительно была интересной и главное, чтобы глубина знаний, она продолжалась увеличиваться за счет вот нового уровня уже образования. Я хочу пожелать всем выпускникам удачного поступления, удачной будущей своей учебы, получения знаний. Знания – это то, что приведет к благополучию их, их семьи. Младшеклассникам хочу пожелать и остальным школьникам хороших каникул, хорошо отдохнуть перед новым учебным годом. Ну и, конечно, всем желаю мирного неба, всего наилучшего, всего, что можно только пожелать детям, которые живут и учатся вот сейчас в наше время в Донецкой Народной Республике. 25 мая текущего года 24 лицеиста выпустились из родного учебного заведения. Прощальным вальсом завершилась их школьная пора. Субтитры создавал DimaTorzok Все пролетело очень быстро, вальс прошел на одном дыхании. Конечно, я думаю, скоро мы будем плакать сегодня, будем грустить, прощаться со школой, прощаться с одноклассниками. Эмоции положительные, но грустно на душе. Буду скучать по школе, по своим одноклассникам, по всяким различным мероприятиям, которые проходили у нас в школе, по любимым учителям, по переменам, вообще по всей школе, по родным стенам. Я планирую поступать в национальный университет, на экономический факультет. Надеюсь, хорошо сдать экзамены и поступить. Я буду скучать за школой, это все-таки 11 лет дружбы с моими одноклассниками. Я буду очень сильно за ними скучать, они в любой момент могли меня поддержать, дать нужную поддержку, помочь. За классным руководителем я также буду скучать. Она тоже хороший человек, хороший учитель. Да и за всей школой буду скучать, но все-таки взрослеем. 25 мая в этом году школы проводят последний учебный день, и вместе с ним звучит и последний звонок. В этот волнительный день выпускники торжественно передают эстафету почетного звания старшеклассника и дают напутствие первоклашкам, которые еще только вступили на путь знаний. Отчасти грустный, но в то же время полный надежд праздник состоялся в Донецкой школе номер 58, расположенной в Киевском районе. Сегодня мы собрались на торжественную линейку, которая подводит итог нашего учебного 2017-2018 учебного года. Самый главный продукт нашего труда – это наши 11-классники. Посмотрите, какие они у нас замечательные. Поздравить учащихся и выпускников на торжественной линейке собрались и гости. В частности, в мероприятии приняли участие исполняющие обязанности главы администрации города Донецка Алексей Кулемзин, глава администрации Киевского района столицы Валентин Левченко, а также член депутатского корпуса, председатель комитета Народного совета ДНР по образованию, науке и культуре Мирослав Руденко. Дорогие ребята, уважаемые родители, педагоги, гости, я всех вас поздравляю от имени Народного совета ДНР с этим праздником, ждем окончания учебного года и хотел бы передать 58-й школе копию знамени Победы. Кроме того, за активное участие в подготовке к празднованию Дня Республики, отдельные классы были отмечены почетными грамотами и благодарностями от лица главы ДНР Александра Захарченко. За активное участие в подготовке и проведении праздничного концерта «Мое отечество Донбасс» в честь Дня Республики 2018 награждается блатарственным письмом за подписью главы ДНР Александра Владимировича Захарченко, участие 9-го А-класса. За успехи и достижения в этом учебном году выпускникам было адресовано множество теплых слов, но также слова благодарности за заботу и поддержку услышали и те, кто сопровождал и направлял ребят долгие 11 учебных лет. Спасибо родителям, которые воспитали и воспитывают таких прекрасных детей. Давайте скажем особые слова благодарности всем педагогам, которые вложили сердце и душу для того, чтобы такие красивые ребята заканчивали эту прекрасную школу. Я желаю всем в первую очередь мира, я желаю всем добра, я желаю всем счастья и здоровья. И пусть всех нас хранит Господь. С праздником! В ходе последней своей линейки выпускники вспоминали, какими были их учебные годы. Кто-то не мог сдержать улыбку, а кто-то, не скрывая, грустил. Прощаться всегда трудно, ведь у каждого за плечами своя история. Вроде бы с первого класса школу не любил, но теперь прям аж до души пробирает. Наверное, буду по этой школе скучать по своим одноклассникам. Как-никак сплотились, особенно из-за этой войны. Прям, наверное, единственное что-то положительное, то, что она как-то укрепила наши взаимоотношения среди одноклассников. Большое хочу сказать спасибо нашим учителям за то, что они воспитывали, учили нас. Грустные чувства сразу вспомнилось, как я шла в первый класс, как меня мама мила. Не хочется расставаться. Я желаю выпускникам поступить в ВУЗ, чтобы у вас все сложилось хорошо, чтобы все поступили на бюджет, получали стипендию, чтобы ваши мечты сбылись. С 1 по 23 мая от обстрелов украинской артиллерии в ДНР пострадало 22 мирных жителя. Из них четверо погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести. Также в ходе обстрелов было разрушено 85 жилых домов. Общественная организация «Справедливая защита» интерпретирует данные факты как умышленное нанесение ударов по гражданскому населению республики, осуществляемые ВСУ. Также силами организации было проведено собственное расследование обстрела мирных кварталов Горловки 21 мая текущего года. О его результатах в ходе брифинга 25 мая рассказал представитель организации Иван Копыл. В результате прямого попадания боеприпасов в подъезд жилого многоэтажного дома по адресу улица Сашурина, 11, ранения получили четверо мирных жителей. Также повреждено отделение почтовой связи, расположенное в этом доме. Кроме того, в зоне риска оказалась общеобразовательная школа номер 10. Кстати, данная окраина Горловки находилась в непосредственной близости от села Южное, которое за несколько дней до обстрела было захвачено подразделениями 24-й отдельной механизмной бригады Вооружённых сил Украины. Кроме того, специалисты установили калибр орудий, а также лиц, причастных к командованию украинскими вооруженными силами. Обстрел был произведен с западного направления, из нарезанных орудий калибром 122 мм. По предварительной информации, к обстрелу могут быть причастны артиллерийский дивизион 24-й отдельно механизированной бригады Вооружённых сил Украины под командованием подковника Варилия Гудзя. Представитель организации отметил, что все собранные материалы по факту данного обстрела Горловки будут переданы в Международный уголовный суд. Анна Триксель, Анастасия Ковалёва, Новороссия ТВ. 24 мая ученики Макеевской школы номер 40 попробовали свои силы на поприще кулинарии. При содействии социального проекта «Забота» и депутата Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Ерины Мельник 20 детей из многодетных семей посетили столичное кафе для участия в мастер-классе. Если прилипает тесто к скалке, его что надо сделать? Посыпать мукой. Мы уже не первый раз помогаем этой школе в рамках проекта «Забота». Мы привозили, устраивали мастер-классы в канун праздника Рождества. Также мы делали благотворительные обеды с тем, чтобы как-то снять психологическое, эмоциональное напряжение детей. Ну и чтобы научить детей, я думаю, интересно делать это все своими руками. Приготавливать пиццу, например. Под руководством профессионального повара ребятам представилась возможность приготовить одно из своих любимых блюд – пиццу. В распоряжении каждого был набор продуктов и необходимый инвентарь, чтобы создать своими руками блюда итальянской кухни. Живая детская фантазия даже здесь смогла найти себе применение. Каждое воскресенье мы проводим мастер-класс. У нас на сайте есть объявления. Также проводим мастер-класс для детей-сирот, для детей прифронтовых районов. Вот разные мастер-классы проводим по приготовлению пиццы, по приготовлению бургеров, фруктовых салатов, маффинов. Я думаю, что им понравится. Также придут аниматоры, которые будут развлекать детей. Когда все ингредиенты в блюде были собраны, внимание детей перехватили аниматоры. Ребята с радостью участвовали в играх, викторинах и конкурсах. В то время, пока на кухне шедевры приходили в свое готовое состояние. Несмотря на насыщенную программу дня, самой приятной частью мастер-класса, конечно же, стала дегустация. Каждый получил именно ту пиццу, которую готовил сам. Румяный внешний вид и приятный аромат быстро развеяли сомнения кулинаров на предмет их способностей. Так что каждый остался горд собой. Мне очень понравилось готовить пиццу. В моей пицце соус, грибы, оливки, сыр. Я готовлю в первый раз. Мне это очень понравилось. Я думаю, что получилось очень вкусно. Анна Трикель, Станислав Мухин, Новороссия ТВ. Целью воспитания у молодежи патриотических ценностей и здорового духовного образа жизни В Донецке в субботу 26 мая состоялся очередной турнир среди воспитанников Республиканского военного лицея 1-й и 3-й роты и команды Духовно-патриотического объединения «Русь». Его организатором выступил Республиканский военный лицей ДНР. На мероприятии присутствовали приглашенные гости. Можно отметить, что подобные военно-спортивные соревнования очень важны для формирования характера, для патриотического воспитания молодого поколения. Замечательно, что здесь объединены как лицеисты нашего военного лицея, так и спортсмены, которые занимаются боксом, спортивным единоборством. И которым тоже интересно принять участие именно в таком формате состязаний. В целом виден положительный эффект, плюс духовное окормление. Мне кажется, такие традиции нужно поддерживать и огромную благодарность всем организаторам и участникам этих соревнований за то, что традиция таких военно-спортивных состязаний поддерживается на высоком уровне. И это, конечно, будет способствовать росту нашей спортивной, здоровой и патриотической молодежи. Турнир посвящен памяти героя Советского Союза схиеромандриту Кириллу в миру Ивану Павлову, участнику трех войн, полному кавалеру георгиевских орденов. Он оборонял Сталинград и в 1945 году дошел до Берлина. Сегодня, это стала традицией, это очень хорошо. Мы проводим соревнования по военному многоборью, посвященные памяти схи архимандрита Кирилла в миру Павлова. Это действительно уникальный человек, героический. Прошел три войны. Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, кавалер многих боевых орденов. Очень важно, когда молодежь имеет конкретные, четкие, яркие примеры, а не что-то надуманное или что-то изнепривнесенное. Это плоть от плоти наша, и духовная, и кровная. И я очень рад, что эти соревнования проводятся. И уже были примеры того, как те, кто участвовал в этих соревнованиях летом 2020 года, они прекрасно проявили себя. В каждой участвовавшей команде было по 12 человек, для которых организовали конкурсы и состязания. Участникам нужно было показать свое умение метко стрелять из пневматической винтовки, метнуть гранату точно в цель, пробежать на время 100-метровку, подтянуться на перекладине и преодолеть марафонскую дистанцию в один километр. Со всеми заданиями команды справились на отлично. Победителям турнира торжественно вручили почетные грамоты. Такие мероприятия нужно проводить и должно проводить. Почему? Потому что, если раньше была система отлажена и проводились соревнования по военно-спортивному комплексу, то мы сейчас пытаемся именно этими соревнованиями возразить эти традиции, именно проводя многоборье, куда входят элементы военной подготовки. Дмитрий Зиньковский, Владлем, Новороссия ТВ. Сегодня у нас проходит Спартакеада. Первая республиканская Спартакеада среди трудовых коллективов, перешедших под внешнее управление, и ГП «Донецкая железная дорога». Команда государственного предприятия «Комтел» приняла участие в республиканской Спартакеаде среди предприятий, перешедших под внешнее управление. У нас сегодня достойные соперники, но мы все-таки надеемся на хороший результат и на хорошее место. Мы решили взять формат Спартакеады по восьмим видам спорта, чтобы каждый желающий мог раскрыть здесь свой спортивный потенциал, встретиться с другими соперниками, потому что такие встречи важны даже не в плане достижения побед, а как возможность увидеть друг друга, пообщаться, потому что такие мероприятия заряжают новыми положительными эмоциями. Если даже где-то мы получаем трудности на производственном поприще, то здесь есть вот эта возможность получить вкус победы и испытать себя на прочность. В целом хочу сказать спасибо большое организаторам мероприятия. Очень приятно, что это все организовывается, потому что хочется посоревноваться с другими предприятиями, и показать себя с лучшей стороны. Ну и всем желаем вам победы! Субтитры создавал DimaTorzok В протяжении, наверное, уже года, с того момента, как было введено внешнее управление, спецтаб организовывает различного рода досуговые площадки для трудовых коллективов. И трудовые коллективы очень активно принимают в них участие. Начали мы когда-то в апреле 2017 года, но вот теперь родилась идея, и, наверное, идея поступила от трудовых коллективов, потому что всем хотелось проявить себя в том или ином виде спорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытие международной конференции, посвященной современным проблемам теории вероятности и математической статистики, а также актуарной финансовой математики, состоялось 24 мая. Продлится конференция до 26 числа. Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. Соорганизаторами является Институт прикладной математики и механики, Южный федеральный университет Ростова-на-Дону, а также Крымский федеральный университет. Сегодня на факультете проходит международная конференция преподавателей, сотрудников, докторантов и аспирантов современной проблемы теории вероятности и математической статистики, актуарная и финансовая математика. Это мероприятие у нас посвящено памяти выдающегося ученого Иосифа Ильича Гихмана. Иосиф Ильич Гихман стоял у истоков создания, по сути дела, нашего факультета. В 1966 году им образована кафедра алгебры и теории вероятности, и он стал первым ее заведующим. Каждый из математиков, интересующихся теорией вероятности и математической статистики, знает такие фундаментальные труды Иосифа Ильича, как введение в теорию случайных процессов, стахастические дифференциальные уравнения, теория вероятности и математическая статистика. Это, по сути, настольные книги любого математика. Кафедра прошла лицензирование, сейчас проходит аккредитацию по нескольким направлениям подготовки. Направление подготовки – прикладная математика и информатика, профиль статистика, это бакалавриат и магистратура. И очень интересное направление подготовки – системный анализ и программирование. Системный анализ и программирование – это направление подготовки будущего. Точно так же, как нанотехнологии, веб-технологии, криптография и другие. Вот даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, что сейчас нужно смещать акцент в сторону естественно-научного направления. Сейчас более острая проблема – управление городом, управление республикой, управление отраслью. То есть необходимо анализировать и сопоставлять огромное количество показателей, которые может сделать только аналитик, подготовленный хорошо математически подготовленный человек. Так вот, эти задачи как раз и решают выпускники направления подготовки – системный анализ и управление. Поэтому я молодым людям, которые вот сейчас уже будут определяться, чему посвятить себе в своей жизни, в выборе профессий, настоятельно рекомендую подумать вот о такой перспективной, хорошем направлении подготовки. Марина Ерёмченко, Елена Чистякова, Новороссия ТВ Государственное предприятие «Донецкий научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» обеспечивает реализацию государственной политики ДНР в сфере метрологии, стандартизации и сертификации. Ежегодно 20 мая отмечают Всемирный день метрологии, посвящённую подписанию Метрической конвенции в 1875 году. Этот договор служит основой для обеспечения целостности мировой системы измерений. Без точности и единства измерений невозможна ни одна отрасль промышленности. Флагманом в ДНР является государственное предприятие «Донецкая метрология». В том числе, благодаря им стал возможен запуск многих предприятий, и в том числе Юзовского металлургического завода. Сейчас метрологи ГП «Донецкая стандарт метрология» трудятся на запуске государственного предприятия «Стерол». То есть это ключевая позиция, без которой работа в предприятии невозможна. Поэтому хочется пожелать нашим метрологам всего-всего самого-самого наилучшего и быть эталоном во всём. Центр встречает с заслуженными успехами, начиная от проведённой аттестации в Российской Федерации, поверки эталонов и в запуске целого ряда предприятий на территории нашей республики, которым он участвовал, которым он являлся подшефным предприятием. Ну и в дальнейшем по каждому человеку, вот вы будете присутствовать на торжественном собрании, будет целый ряд коллектива, представленный к поощрительным грамотам, благодарностям за заслуги в направлении метрологии. 21 мая в торжественной обстановке сотрудники Донецкой стандартной метрологии были награждены почётными грамотами и благодарностями за высокие достижения в профессиональной деятельности и весомый вклад в развитие метрологии в ДНР. «В постоянном развитии международной системы единиц» – так звучит тема Всемирного дня метрологии 2018 года. Она была выбрана в связи с предстоящим в ноябре 2018 года утверждением на Генеральной конвенции по мерам и весам некоторых из самых значимых измерений, которые когда-либо затронули международную систему единиц. Алина Черняева, Станислав Мухин, Новороссия ТВ. Традиционно перед началом курортного сезона государственным пожарным надзором МЧС ДНР проводятся проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объектах отдыха и оздоровления посёлка Седово. «Без исключения базы отдыха контролируется выполнение собственных требований пожарной безопасности. К основным требованиям пожарной безопасности относятся к оснащённости помещений первичными средствами пожаротушения, пожарными кранами и огнетушителями, соответствие пути эвакуации требований строительных норм. Это достаточное их количество. Они должны находиться в открытом состоянии, легкодоступном. Обеспеченность объектов отдыха наружным противопожарным водоснабжением и ряд других требований». Кроме того, государственная инспекция по маломерным судам МЧС осуществляется проверка подготовки побережья к летнему сезону. «Проверяется выполнение требований правил охраны жизни людей на водных объектах, части оборудования безопасных пляжей. Это наличие спасательного поста, подготовленных матросов-спасателей, наличие спасательных средств, информационных счетов, громкоградящей связи. Также одно из основных требований – это очистка дна акватории пляжа от посторонних предметов водолазными группами. Всего будет проверено 18 пляжей пансионатов. Проверка продлится до 1 июня. Основной целью проводимых мероприятий является проверка готовности пансионатов к безопасному отдыху граждан в период купального сезона». «Проводим ежегодные мероприятия по очистке водных акваторий, прилегающих пляжей, базам отдыха, пансионатов, кемпингов. На предмет поиска посторонних предметов, каких-либо камней, загрязненной территории, очистки пляжа после зимнего ледостояния или весеннего ледохода». Анастасия Ковалева, Новороссия ТВ. Продолжение следует...